Так, и у нас сегодня еще одна тема. Это RxJS, библиотека для работы с потоками событий. И, собственно, это же способ, который при помощи паттерна Observer позволяет работать с асинхронностью. То есть мы уже сейчас рассмотрели практически все способы работы с асинхронностью, разные, и это последний из них. Сегодня, кстати, по асинхронному программированию у нас 26-я лекция. Мы сегодня заканчиваем полностью, ну, как минимум, все распространенные способы работы с асинхронностью, но не факт, что какие-то еще там не остались, не покрыты этим делом. Если что, я там дочитаю, и там в следующем семестре мы добавим в этот курс. Насколько я знаю, это вообще единственный курс по асинхронному программированию, в котором рассмотрены все разные способы асинхронности в одном курсе. Итак, значит, RxJS. Мы на предыдущей лекции смотрели на паттерн Observer. И на самом деле RxJS и его ядро, оно очень маленькое, оно очень похоже на то, что я вам реализовывал и показывал на прошлой лекции. Но что в нем большое, так это большая библиотека операторов. Там на каждый чих есть свой оператор, который умеет, ну, допустим, там, значит, фильтровать, мерджить потоки, значит, агрегировать эти события, наоборот, их там разветвлять, там, всякие условные вещи, там, свечи делать над событиями. То есть мы можем как делать ветвление, так и объединение потоков. И на самом деле самая большая вообще проблема с Rx и паттерном Observer, в принципе, это то, что если люди взялись за этот инструмент, инструмент действительно интересный и сложный, мы сейчас посмотрим какие-то базовые примеры кода, дальше вы будете, как бы я не смогу сейчас сделать полного обзора всех операторов Rx, но я думаю, что документация это там лучшая вещь, которая, значит, для этого есть. Невозможно в одну лекцию впихнуть столько операторов. Но самая большая проблема, от которой я вас хочу предостеречь, это люди, которые за такой сложный инструмент и мощный инструмент взялись, они начинают Rx и пихать везде. То есть делают там какую-то формочку на вебе, и уже без Rx не могут сделать кнопку Submit, которая отправляет Ajax на сервер. То есть уже подписываться на события onclick мы забыли как, поэтому, значит, мы используем Rx, from event, он умеет сам из дома добывать эту подписку, и когда там кто-то кликает, у нас генерируются события, мы его как-нибудь там вместо того, чтобы на этом обработчике что-то писать, мы его там операторами как-то обрабатываем, а потом отправляем в какой-то стрим, который уже там сэндает его через Fetch на сервер, или через XMLHttpRequest, или как-нибудь его там куда-то отправляет. Вот такое. Ну, на самом деле, для чего подходят Rx, для чего это очень хорошо применять? Ну, допустим, у вас есть какая-то игра, и там есть куча персонажей в игровых мирах, и каждый из этих персонажей имеет какое-то поведение, и каждый персонаж в качестве, значит, демонстрации своего поведения присылает нам ивенты. Один там куда-то идет, другой что-то берет, третий стреляет, значит, четвертый кому-то по голове бьет, и все эти ивенты приходят в какой-то стрим, или там в несколько стримов, и они же должны друг с другом взаимодействовать, потому что кто-то бьет, а кто-то блок ставит, значит, и они должны эти события каким-то образом друг на друга повлиять, чтобы сгенерировать результирующие события. А результирующие какие могут быть? Там у кого-то жизнь отнялась, там у кого-то, значит, на кармане добавилась монетка или что-нибудь такое. Ну, в общем, для игровых миров, вполне подходит. Или же, допустим, вы делаете какую-то систему, там, допустим, у нас есть датчики, несколько, у нас есть устройство управления, и нам нужно, допустим, когда там температура повышается, там, значит, до такого-то значения, и при этом там давление находится в таких-то пределах, и при этом, значит, клапан закрыт, то нужно его открыть, да. То есть мы можем сделать на асинхронном программировании при помощи потоков событий, мы можем использовать парадигму, собственно, реактивности и написать вот такие вот операторы, которые будут из датчиков собирать, преобразовывать эти данные, потом, значит, эти данные друг на друга будут каким-то образом агрегироваться и вырабатывать управляющие воздействия, ну, мы можем написать систему автоматизации производства, там, если у нас есть какой-то контейнер, у нас есть, допустим, какой-нибудь там рычажок, когда этот контейнер двигается по конвейеру, он за этот рычажок зацепляется, генерируется событие, что тут проехал ящичек, и это событие попадает к нам, собственно, в какую-то шину событий. Ну, вот там, при этом, если есть какое-нибудь еще там другое условие, что если у нас в коробке еще есть место, то мы там подставляем эту коробку, и этот ящичек там, в эту большую коробку падает. А если места нету, то нужно коробку убирать, и как только кто-то задел рычажок, это значит, с конвейера сейчас упадет еще один там предмет, нужно подставить новый пустой ящик. Ну, то есть вы можете уже придумывать какие-то такие вот условия и писать. Ну, на самом деле, вся синхронность на RX, она будет точно такой же, как если вы ее напишите там, значит, на асинковейтах, на промисах, но будет другой синтаксис. Ну, то есть это не будет более производительно, это не будет каким-то образом там более гибко. Вы получите другой синтаксис. И нельзя сказать, что у нас RX-ы могут заменить все. Или, допустим, кто-то там изучил асинковейт, и для него там асинковейты могут заменить все. А кто-то до сих пор там пользуется коллбеками, только коллбеками, и не хочет слышать ни про какие RX-ы, асинковейты и все такое. Значит, RX-ы позволяют нам писать асинхронность в реактивном стиле, а асинковейты в императивном стиле. И иногда какой-то бизнес-процесс нам гораздо удобнее писать при помощи асинковейтов, то есть последовательно выполняющихся операций, там, на ифах, с присвоениями, чтобы у нас была последовательность операций, как алгоритм. А иногда нам нужно сделать потоки событий, мы будем мыслить потоками, стримами, и, значит, эти потоки мы уже там перенаправляем, ставим какие-то фильтры, преобразователи и все такое. Это просто разные способы смотреть на одну и ту же асинхронность и разные синтаксисы, при помощи которых можно описать одно и то же. Ну, давайте теперь посмотрим на самые простые примеры. В прошлом мы смотрели Observable, написанный мной, маленький, простой, а тут мы Observable будем брать из библиотечки Rx, оставлю я ее из NPM, и NPM Package так и называется, RxJS, ну, тут будет версия 6.5.1. Понятное дело, когда вы там будете смотреть, там могут быть другие версии, и у них может быть чуть-чуть не совпадать там контракт. Естественно, я стараюсь в лекциях без зависимости, но так как у нас тут на базе RxJS, то контракт может не совпадать. Поэтому я в репозитории наш кладу еще PackageLog, который завязан именно вот на эту версию 5.6.1. Смотрим. Значит, мы забрали класс Observable из Rx. И дальше, ну, как в прошлой лекции, у нас был такой пример, который генерировал последовательность из маленьких латинских буковок. Вот у нас есть функция, которая генерирует случайную букву, и дальше мы создаем через New Observable, создаем новый Observable, передаем сюда ему функцию. Эта функция, это как раз Observer. Ну, тут просто она анонимная функция. Это функция Observer. Ее можно как бы отдельно задать до паттерна, но как бы тут используется тоже вот этот паттерн открытый конструктор. То есть мы прямо в конструктор к Observer запихиваем функцию, которая что-то делает. Она будет генерировать вот эти буквы. И нам Observable отдает объект subscriber, в который мы будем эти буквы запихивать. Вот тут у нас таймер, точно так же мы генерируем букву и делаем subscriber next. То есть мы отправляем событие, и это событие должно попасть в наш Observable. Но кто-то на этот Observable может еще подписаться и эти буквы оттуда получать. Теперь смотрим дальше. У нас дальше есть Observer. Это тот, кто собственно будет наблюдать за всем, что происходит в Observable. И я тут делаю subscribe. То есть практически все использование такое же, как и в моей реализации. Вы видите, что Rx абсолютно работают точно так же, как и то, что я вам показывал на прошлой лекции. Давайте это запустим. Ну вот. И даже структура данных в памяти очень похожая. Вот генерируются буковки. Там их сейчас будет 50, и оно выйдет. Да, все, вышли. Теперь смотрим, как у нас будут операторы работать и как у нас будет pipe работать. Вот Observable мы взяли из Rx. также взяли из него операторы filter и map. Я уже не помню, как я не смотрел, в общем, как они там внутри сделаны операторы. У меня они были при помощи паттерна команды сделаны. Каждый раз, когда мы вызываем фильтр и map, то у нас в collection операторов кладется, собственно, команда. Тут, скорее всего, каждый раз, когда мы будем в pipe отправлять новый оператор, да, действительно, это так и есть. Вот фильтр отправили, оператор, создался новый поток событий. Потом из этого потока событий случается автоматически еще один pipe, и в него попадает только один map. То есть каждый раз будет создаваться экземпляр еще потока событий. То есть у меня было такое, что у каждого потока событий есть набор операторов, и в следующий, все, что pipe-ится, в следующий отправляется, уже пройдя через все операторы. А тут после каждого оператора создается, ну, это более гибкий, на самом деле, способ такой, потому что не все операторы один в один отображают события. Многие могут сделать из события несколько, а некоторые, наоборот, из нескольких событий сделать одно. Ну, то есть там может быть сложная агрегация, поэтому лучше делать несколько потоков событий. Ну, вот мы сделали, тут сделали source, точно так же source у нас генерирует эти события на таймере, и сделали destination, они там у нас будут фильтроваться, и чтобы только согласные оставались. И вот то же самое, что мы в прошлом примере без Rx-ов писали, тут мы то же самое перевели на Rx. Давайте это делаем. Второй пример тоже запустим. Ну, смотрим. 50 букв нагенерируются. Ну, видим, что структура данных, он observer, source и destination. У нас тут два стрима. и у каждого стрима, видите, есть ссылка на оператор. И тут оператор. О, кстати, да, вот мы можем посмотреть, как выглядит оператор. Это экземпляр мэп оператора. То есть это тоже практически паттерн команда, внутри которого лежит наша функция, которую мы туда передали, через которую нужно мапить. То есть это просто объект, который складывает туда все аргументы, которые мы в этот оператор положили. Ну, и так как у нас у каждого стрима может быть только один оператор и один, в смысле, и какой-то destination еще. То есть вот через этот оператор события, все, которые туда next приходят, они проходят через него и уже тогда отправляются в какой-то другой другой стрим. Так, смотрим дальше. У нас есть еще куча методов у observables. Есть метод from, который умеет конвертировать коллекшены в стримы. То есть если мы берем вот такой вот статический заданный просто литералом объекта коллекшен, это просто там циферки, массив цифр, мы его хотим из него сгенерировать входящий поток. Вот мы таким образом при помощи просто from сгенерировали себе source, это у нас это уже поток событий, это observable. И теперь мы этот source мы можем запайпить вот через там допустим фильтр, фильтр у нас что будет делать? Он оставит нам тут только четные числа, вот этот фильтр, а этот фильтр все оставшиеся четные числа еще умножит на 2, а потом мы найдем максимальный из этих чисел, а все остальные пропадут. То есть у нас в destination стриме останется там только одно число, и мы на него подпишемся, не, вот тут, мы на source подпишемся, то есть туда будут попадать из array значения, а потом, когда оно пройдет через вот эти все операторы, три оператора, которые мы, кстати, взяли вот require из rx.js operators, да, ну и вот тут вот мы уже в destination результат напечатаем, давайте попробуем это сделать, так, третий пример, да, о, ну вот, оно прошло по массиву, и вот 24 это самое большое число, которое пропущено, ну видите, тут же, это какой из них, это 12 было, да, ну то есть на самом деле оно взяло 12, умножило на 2, и вот мы получили сюда 24, максимальное число, которое у нас попало из source в destination, так, ну и сейчас попробуем что-нибудь сделать при помощи rx-ов, что-нибудь такое рабочее, ну давайте сделаем что-то, что будет у нас считывать события из консоли, из клавиатуры, у нас есть поток, ну это немножко другой поток, это файловый поток из tdin, и мы его переводим в состояние ravmod, для того, чтобы у нас считывались, ну точнее, приходили к нам буфер с кодами клавиш, и там, допустим, ну для курсоров, там приходит целых 3 байта, ну для разных клавиш, разное количество байт приходит с клавиатуры, ну и значит, мы делаем keyboard, это будет поток событий, которые мы нажимаем кнопочки, и каким образом мы запихиваем это в rx, мы делаем new observable, и тут внутри пишем, что stdin on, то есть, когда данные приходят с stdin, а stdin у нас переключен в ravmod, поэтому data это у нас буфер, и этот буфер запитывает наш subscriber, то есть, все эти данные буферы отправляются в поток событий keyboard. дальше мы хотим подписаться на keyboard и выводить все, что в него отправляется, вот, keyboard data мы будем выводить просто на экран, чтобы мы понимали, что происходит. Дальше у нас будет такой collection стрелочек, это коды этих стрелочек, которые приходят с клавиатуры, курсоры, и дальше у нас мы делаем еще один стрим, который называется курсорс, и вот в этот курсорс уже должны попадать только курсоры. Для этого нам нужно их отфильтровать. Мы смотрим, что если буфер начинается с кода 27, это символ escape, и при этом первый байт, нулевой байт это 27, первый байт это 91, это мы знаем, что когда нажимаем курсоры, то там генерируется escape последовательность, у которой первый байт будет обязательно 91, то тогда во втором байте будет какой-то код стрелочки, 65, 66 и так далее. Дальше мы маппим, таким образом мы хотим этот буфер преобразовать, чтобы у нас был не поток буферов, а поток только байтов, то есть поток намборов мы прочитали из второго элемента массива, ну это третий элемент массива, он по индексу 2 там лежит. Дальше мы хотим преобразовать тоже при помощи оператора map преобразовать скан-код этой клавиши там 65 допустим в character в вот такую вот стрелочку, да, вот мы маппим через collection стрелочек, а теперь мы хотим сделать throttle для того, чтобы у нас эти курсоры нельзя было нажимать чаще, чем раз в секунду, то есть если мы будем очень сильно давить на курсоры, то это не будет приводить к тому, что у нас типа сильно много генерируется курсор, все равно не больше, чем один в секунду, но это может быть необходимо для игр, чтобы люди, которые сильнее давят на кнопочки, не имели преимущества над теми, кто слабее давит на кнопочки, вот мы ограничиваем, что мы поток событий из стрима курсоры, он будет только одна стрелочка в секунду, ну у нас есть еще дебоунс, но он тут закомментирован, сейчас вам покажу, как это, в чем разница между тротлом и дебоунсом, там еще куча на самом деле есть других операторов, но вот в чем разница между этими двумя, не всегда понятны, они очень полезны в стримах, ну дальше мы подписываемся уже на стрим курсоры, он уже там типа преобразованный, из него вылазит только курсор, и как только курсор приходит в этот стрим, мы его сразу распечатываем, да, ну и дальше, сейчас, 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 момент, кейборд стрим, а что у нас тут опять, а, вот, еще мы из кейборд стрима еще добываем другой стрим, кейпресс стрим, и кейпресс это у нас все первые элементы в массиве, которые у нас там под кодом 0 будут в нашем буфере сидеть, а это нам нужно для того, чтобы подписаться, сейчас подумаем на чем, сейчас, да, мы тут еще будем использовать, да, все нажатия букв мы тоже будем печатать на экран, да, то есть если это буква, то мы ее тоже печатаем на экран, но при этом мы еще фильтруем буквы, таким образом делаем take 5, то есть мы берем из стрима кейборд только 5 первых нажатий и отправляем в стрим take 5, но мы еще после этого делаем map, map мы сделаем таким образом, что мы код этой буквы из чар-кода преобразуем в символ и собственно дальше отправим в этот take 5 и потом мы делаем еще reduce, то есть что получится, значит 5 первых букв, которые мы нажмем на клавиатуре преобразуются из скан-кодов в буквы и потом склеятся в одну строку и у нас получится строка 5 букв сразу и у нас из стрима take 5 придет только одно событие это склеенные 5 букв склеенные в строку то есть тут у нас оператор reduce их склеивает ну и вот как только они там склеятся вот мы этот take 5 напечатаем на экран но кроме этого мы еще с этим стримом сделаем еще подписку ну когда кто-то нажимает ctrl-c то нам нужно выйти из нашего приложения так как мы его перевели в равмод то нам нужно из него хорошо выйти там ctrl-c уже не обрабатывается и вот мы значит пайпим код клавиши ctrl-c вот когда кто-то нажимает ctrl-c это тройка скан-код такой приходит и мы сабскрайбимся как только кто-то присылает именно именно ctrl-c то вот этот сабскрайб будет вызывать процесс exit с кодом 0 я сюда не функцию написал а прям забайндил это дело на 0 и значит это будет выход по ctrl-c давайте это дело запустим четвертый пример теперь давайте попробуем take 5 работает или нет так вот я нажимаю qwerty по очереди буду писать k v r t вот take 5 уже случился то есть у нас раз два три четыре пять событий произошло в каждом событии пришел буфер с одним одним скан-кодом все они преобразовались в буквы склеились и вот получился у нас take 5 это из стрима take 5 больше take 5 на самом деле ничего нам не пришлет дальше мы на самом деле можем нажимать какие-то другие кнопочки нажимать ctrl-c вот видите ctrl-c все мы вышли так давайте опять это дело запустим потому что там у нас был еще один стрим стрим курсоров и он был затротленный и мы тоже должны проверить как это работает ну вот пробуем кнопочки работают пробел 32 дает все правильно теперь кнопочки кнопочка вверх нажимаю о к нам приходит что курсорчик вверх нажат кнопочка вправо вот приходит все в порядке видите тут последовательность 27 escape 91 65 65 это код этого самого и вот значит курсорчик у нас есть а ну тут случилось что у нас еще takefire пришел ну takefire пришел потому что мы же перезапустили процесс он как бы тут что сюда пришло а это курсор код это на самом деле вот этот 1b это курсор так вот jhg потом я пробел нажимал а потом а потом сюда курсор еще запихнулся в эту строчку все правильно ну вот я теперь буду нажимать курсорчики вы видите что у меня не каждый раз печатается символ курсора это происходит вот я чуть-чуть подождал и курсорчики опять нажимаются видите не каждый раз когда я нажимаю курсоры случаются потому что поток курсор он отдает нам только не больше одного символа в минуту вот если подождать какое-то время одного символа в секунду подождать вот сейчас секунда закончилась мы сразу нажимаем и там собственно сразу стрелка вправо а если вот я сейчас нажму стрелку вправо и буду держать вот посмотрите что происходит видите через какой-то только интервал через одну секунду вот там случается один одно событие нажатия вправо хотя приходят постоянно скан-коды нажатия вправо да так вот по одному я там нажимаю ну понятно принцип понятен давайте 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 теперь заменим это дело значит где у нас map написан вот throttle throttle time мы заменяем на debounce time мы заметили что когда у нас работал throttle time то сразу при нажатии кнопки событие сразу приходило правда же а потом оно секунду ждало и только потом давало еще раз случится событие debounce работает по-другому когда мы будем что-то нажимать или там когда приходит событие он сначала будет 2 секунды ждать ну тут у нас вот 2 секунды в debounce time передается он сначала 2 секунды ждет и если за эти 2 секунды не приходит никакого другого события то отправляется то которое было последним оно срабатывает оно отправляется в стрим курсоров а если за это время пока вот там 2 секунды он ждал я еще нажал какую-то кнопочку то уже она придет ну а если я буду постоянно нажимать какие-то курсорные кнопочки то у нас вообще не будет приходить событие что я нажимаю курсоры и только когда я 2 секунды ничего не буду нажимать придет последний да тут все понятно так четвертый пример давайте я это дело продемонстрирую давайте сначала мы чтобы take fire сработал чтобы он нам не мешал а теперь я буду нажимать на стрелочку вправо видите я на нее нажимаю все время 27 и не приходит события сейчас вот я прекращаю нажимать все прекратил оп пришел курсор сейчас я буду нажимать вверх-вниз по очереди вверх-вниз раз 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 видите 65 66 65 66 через 1 теперь я прекратил нажимать и нажатие вниз было последним в этой серии если я сейчас опять буду нажимать вверх-вниз и теперь прекращу на 65 то есть это стрелка вверх вот теперь приходит нам стрелка вверх то есть последнее нажатое в серии нажатий приходит так ну тут понятно да вообще мы еще можем использовать ну и вообще как бы rx он пришел из там c-sharp ну в джаваскрипте rx.js в основном используется в фронте хотя ну на мой взгляд на беке ему ну совершенно он не уступает как бы ну очень хорошо бы его использовать на беке потому что если мы пишем какое-то интерактивное приложение у нас там от многих пользователей приходят ну вот если мы будем писать что-то типа там google documents да и от многих пользователей приходят события мы эти события должны агрегировать мерджить и вырабатывать из них поток изменений или поток патчей которые будут опять отправляться во фронт и там уже накатываться значит ну вот теперь мы попробуем что-нибудь для фронта написать мы заготовим себе табличку в которую будем скан-коды выводить ну подключил я это по-босяцкому я же для ноды поставил в ноды modules этот rx но путь-то я могу посмотреть какой там есть и собственно по этому пути я подключил библиотечку rx и дальше я из нее беру коллекцию операторов беру из нее метод from event для того чтобы переобразовывать дом ивенты в observable беру несколько операторов map filter take и reduce беру функции the bounce time и throttle time и теперь я должен создать эту табличку ну вот я беру ссылку на табличку и генерирую в ней в табличке заголовок да в заголовке там будет tr и tableheader th там будет две колоночки stream и data и мы теперь можем в эту таблицу при помощи вот метода print печатать две колоночки stream и data ну это просто у меня как сказать такая вот утилитка она к стримам никакого отношения не имеет это для того чтобы мы просто могли красиво выводить в фронт я тут никакого фреймворка не использую это просто на чистом html выводится поэтому вот нам нужно какой-нибудь шаблончики как-то делать вот мы при помощи метода print будем добавлять новую строчку в эту таблицу ну и дальше уже навешиваем события ну так как у нас просто пустой документ там с этой таблицей мы будем эти кейдауны считывать просто с документа и у нас кейборд это будет поток кнопочек которые нажимаются в этом документе дальше я делаю subscribe и оттуда из этого дейта вычленяю кучу всяких вещей потому что сюда вот это дейта это будет приходить дом-ивент в этом дом-ивенте очень много полей нас интересуют конкретно нажатая кнопочка код кнопочки нажат ли alt нажат ли метаки нажат ли shift нажат ли control ну это буллиан и все и я их буду вот принтом выводить табличку ну и дальше у меня то же самое как в предыдущем примере коллекция курсоров тут если вы посмотрите по-моему у них другие скан-коды 37, 38, 39, 40 а тут у нас были в консоли вот видите другие ну в браузере вот так вот значит что мы делаем дальше дальше мы такс преобразовываем да этот коллекшн стрелочек мы преобразовываем берем из него ключи ключи это цифры мы дальше маппим эти цифры в такую функцию делаем им parse int key а ну да мы делаем parse int key вот по какой причине потому что когда мы берем object keys то оттуда строки вылазят обязательно потому что все ключи в объекте это строки а у нас тут вот мы хотим их цифрами задавать значит мы себе еще сделали еще один collection arrow codes ну для того чтобы понимать находится ли какой-то код клавиши в коллекции это курсор это или это не курсор теперь у нас есть collection arrow codes теперь мы пропускаем поток стримов event stream keyboard пропускаем через фильтр и тут просто проверяем что если arrow codes in clouds по коду клавиши если это у нас курсор значит проходит дальше дальше мы берем key code из самого event теперь это у нас поток key кодов а не поток объектов с key кодами дальше мы должны преобразовать key коды в значит в символы самих курсоров вот мы их преобразовали по коллекшену курсоров ну и потом там делаем можем debounce делать там или throttle что-нибудь еще с ними и дальше мы подпишемся на эти курсоры и будем тоже выводить курсор в таблицу принтом дальше мы еще на клавиатуру подпишемся и что мы тут делаем с ивентами мы вынимаем из ивента нажатую клавишу и если ее длина нажатой клавиши равна единице ну то это действительно там буква нажата правильно потому что некоторые клавиши там дают строчку из нескольких составляющих если это единица в смысле если одна то вот мы значит то это кикпресс произошел кикпресс это буковка нажата и мы это дело тоже будем выводить в таблицу подписываемся и выводим в таблицу потом точно так же подписываемся на take 5 а take 5 у нас фильтрует первые 5 букв и точно так же их склеивает в одну строчку то есть мы в эту табличку будем еще и 5 первых нажатий выводить так ну давайте запустим этот пример я чуть увеличу а пока я увеличиваю видите она уже таблицу заполняет ну вот там нажимаю пробел нажимаю qwerty qwerty о видите тут три раза я нажал равно потом пробел а потом q вот первые 5 букв вот она уже сложила и take 5 сюда уже вывела такс ну давайте f5 нажмем чтобы очистить все это дело и сейчас я буду нажимать курсоры ну вот теперь жду какое-то время о там случается debounce и он оп печатает последнюю стрелочку которую я нажал оп все ну вы поняли да то есть у нас есть несколько стримов и мы все эти стримы можем один в другой подключать значит между стримами ставить операторы которые каким-то образом там их агрегируют события и таким образом управлять асинхронностью то есть это еще один способ просто это способ по-другому думать об асинхронности не как последовательность операций которые там значит мы можем думать о них допустим как о корутинах на генераторах писать асинхронность и значит каждый елт будет останавливать там это действие то есть это пошаговое действие или там на синковейтах это тоже похоже на корутины а можем думать как о потоке событий ну вот вроде все если есть вопросы то можете задавать через через 5 минут задавайте вопросы вот спасибо спасибо